всем привет дорогие друзья с вами андрей пайф и шоу автогоп шоу футболь на российском не только в котором я буду рассказывать о тех футбольных новостях которые прошли в мировом футболе за прошедшую неделю на сегодня понедельник должен был идти еще вчера в воскресенье по семейным соответственно выпуск задерживался это первый выпуск то что поддержите меня в конце комментариями хорошими плохими выборе любой комментарии то в случае уже хорошо и поставьте лайк пишите на мой канал так вот начнем по запрошедшим деле произошло довольно таки много различных событий в результате стало известно что на игрока московского спартака жена на лица игрока сборной грузии имеется определенный интерес в испании такие клубы как леванта и реал всегда привлек к нему интерес самый рок выражает желание уйти из клуба так как в правил текущем сезоне всего лишь три игры при этими результативными действиями не отметился также имеется определенный интерес к александру покорину в прессе прошел слух что на игрока интересует на игрока претендует лондонский арсенал также имеется интерес со стороны питерского зенита но арсенал не устраивает трансферная стоимость динамо хочет порядка семи восьми миллионов при том что с лондонский арсенал не готов платить больше 8 больше 6 миллионов в какой-то мере переход кокорин может стать скачком для него вперед и если так сложится то представляете на евро если он кажется да поедет если так на секунду представить арсенал станет чемпионом и во франции у нас будет свой чемпион англии составе сборной россии по моменту так и звучит неплохо также на одного нападающего когда-то очень перспективно но ныне не очень имеется интерес я говорю часа лишь андерпата которого активно сладует в англии в лондонский арсенал и в ливерпуль но если так разобраться было бы наверное интересно на него посмотреть хотя если разобраться с другой стороны его время ушло время по большому счету покажет наверно не буду выпендиваться я не очень хорошо вижу поэтому не наден очки и мне так будет проще сориентироваться также не прошел в прессе и слух что лоренцо мальдареха из кубани может прийти в спартак главный галеодор краснодарского клуба в этом сезоне и на него появился спрос помните начинал с левого защитника дальше был левым полузащитником а теперь уже дошел до позиции форварда забил в текущем сезоне уже 8 голов спустя время прошел также слух что на него имеется спроса в турции ну что будет увидим мы уже и зимой когда откроется трансферное окно из таких еще слухов есть ну об этом уже давно ходили что денис черышев может перейти в аренду один из испанских клубов такие как севиль и вели реал ливерпуль и арсенал также проверили мы проявляет к нему интерес недавно появилась информация что марсель также интересует на него но сегодня в понедельник марсель надверг всякие такие догадки стал что они не выходили на реал и и не контактировали не с денисом миску по аренде игрока также у него есть спрос двух российских клубов премьер-лиги афишируется вроде как московский спартак и питерский зенит никита симонин сказал что под игру спартака денис очень бы подошел но сам денис его отец дмитрий черышев заявили что на данный момент не рассматривают переезд в россию даже в аренду так а насчет жеребьев кель и чемпионов ли европы чемпионаты европы я говорю в конце выпуска пока продолжим лестер обыграл челси 21 и в какой-то мере это стало как мне кажется от правой точки отставки жаза и не напомню жаза море не было отправим отставку ходе в точнее фигурирует сумма отступных его вроде как то что два года после подписания контракта не руководил команды поэтому сумма отступных 18 миллионов евро потом возникла сумма что полностью 36 миллионов евро он получит сам же за сказал что в отпуск он не хочешь на хочет продолжать работать и уже появилась информация о том что он может возглавить манчестер и на этот случай увольнения луи ван галя руководство клуба сказал что случае поражение ближайших двух матчах ван галл будет отправлен в отставку на помощь что клуб манчестер и на этот не вышел в плей-офф лиги чемпионов да и в чемпионате честно говоря после таких многомиллионных покупок дела идут не особо лидирует напомню вам лестов который по-настоящему впечатляют в текущем сезоне и на первом месте он в чемпионате англии сергей карасёв будет судить матч чемпионата европа во франции как минимум два матча судят им помогать будут на линии тех онкологии на сергей аверьянов также возможно приедут туда помогать ему сергей иванов и сергей лапочки могут быть ну как бы задействовано напомню что последний раз российский арбитр судил на крупном турнире такого уровня это был это был валентин ванов который отсудил чемпионат медведи что угодно после матча голландии португали на него брошусь критика с заплата объявлялась омегдование что слава правил матч иванов он раздал помочь большое количество желтых красных короче но после просмотра матча за блат разведился перед обманом и сказал что те карточки были абсолютно по гвардиолу гвардиол уйдет из баварии после окончания текущего сезона поговаривают что вроде как он идет в англию форекс прошел сегодня информации что может прийти в манчестер сити надо выходил информации также манчестер и на этот в общем ближайшем время мы увидим это на его место придет карл анчелоти вроде как уже даже не дружески договорились а уже официально все договоренность достигнута что контракт будет подписан на три года если честно это очень классное усиление уходит один сильный тренер и на его место приходит другой сильный тренер бавария в этом плане сломбеет может быть с приходом карл анчелоти если в этом сезоне не будет выиграна лига чемпионов то в те три сезона когда будет клуб управлять карл анчелоти он добьется и выдают лига чемпионов примете еще раз извиняюсь что это шпаргалки первый раз записывал так выпуск поэтому уж извините пожалуйста в клубе кубань ходят задолженности между среди игроков поэтому участие игроков подали в палату по решению и палату по решению финансовых вопросов в общем беленов ткачев и игнатьев могут перейти в различные клубы по беленову говорят что имеет на него спрос в краснодаре подкачев в рубине также краснодаре игнатьев может перейти в динамо так ли это нет ну увидим зимой и динамо рассчитал со всеми долгами и в трансферное окно может заявлять покупать новых игроков на в двадцать девятого марта 2015 года в двадцать три 05 будет сыгран матч товарищеский между россии и франции в старте франции по сути очень классный матч приведет сборная сегодня прошла информация что леонид слуцкий вроде как сказал что на эти товарищеский матч удивит вызванными игроками вроде как там будут и натурализованные игроки напомню недавно прошла не прошла информация гражданство получил гильерме интересуют также романом на тайна штайнерами шарки кости рауш также будет очень интересно что там с натурализации в принципе на это стоит посмотреть так что 20 лет у вас не забудем россии франция посмотреть поговаривают что в случае увольнения рафа бенитаса на его место может прийти зидан на его место может прийти зидан с прямой его прямой короче конкурент в этом в этом так как на рождественники и ужин который прошел на неделе игроки реал не позвали рафа бенитаса обсуждали их последние игры о том что творится в команде и вроде как черт договорились а после того как реал обыграл рай увлекан с космическим счетом в какой-то мере 10-2 перс заявил что рафа бенитас супер тренер занимая обыгрываем мальме 80 райвали к на 10-два это суп но если учесть что и классика по сути ряды мадридский он ничего не создал наверное я ничего не буду говорить лагнерлав может перебраться в китай имеется определенный спрос на бразильского нападающего так в конце текущей сезона он станет свободным агентом и может перейти абсолютно куда угодно это стал грающим тренером анталья спором вам тренер эта команда был уволен и руководство назначила это исполняющим обязанности главного тренера при этом играющий тренер в барселону прошел слух что команда может взять в аренду дальнейшем подписанием нападающего до несколько дней до этого в прессе прошел слух что барселан договариваться с ювентом по поводу перехода где было где баллы правильно сказать так или или нет увидим большому счету что хочу сказать трансферное вот это зимнее окно они обычно не особо напомним таким такими сильными трансферными слухами но ввиду того что барселона не могла несколько трансферных окон никого покупать и заявлять ну точнее заявлять купили то не уже дату рано и алексе видали но будет интересно на транс посмотреть на трансферную активность барселона так что ходили в прессе информации к андре ермоленко вчера уже прошу информацию то что ермоленко может прийти в эвертон там 20 миллионов за него прилагает согласится ли с этим суркис но не знаю посмотрим да я забыл сказать что челс уволил вроде как мауринь из разногласия между игроками и на место мауринь уже назначен гус хитинг он будет управлять команды до конца текущего сезона если все хорошо сложится то может продолжить дальше у гус ивановича так сказать имеется полный шанс в лигу чемпионов так как когда тренера увольняли и приходил новый выиграл какой-то еврокубок вспомнил демотео раф пениться того же и если верить информации роман абрамович предлагал контракт карлан челотти но тот отказался в огонь челси первым матч при под управлением гус хитинг и челси выиграл на вас на в секторе фанатов челси был вывесен банк это 333 крыса но ввиду того что игроки слили тренера и плакат посвящался диаги коста фабригу своя за так ли это но не знаю будет видно дальше на 1 день может перетиши царский съем дель боски покинет сборную испании после чемпионата европы он сказал что все другого руководит сборным больше не будет фоменко главным сборной украины продлил контракт с федерацией футбола украины и до конца чемпионат европы а дальше уже будет видно тарханов александр возглавил слави и должен вывести ее в лигу европы поставлен перед ним такая задача и возможно самый главный трансфер для российских болельщиков это то что александр киржаков на правах аренды перешел в цюрих если александр будет удачно играть в цюрихе то вполне мне кажется имеется шанс поехать на свой очередной чемпионат европы и там отличиться с хорошей стороны чтобы уже не говорили глагол за киржакове то есть не забить цепку к россии который 2016 года который пройдет следующем году перед началом сезона пройдет уже на построенном стадионе цска по моему это будет очень интересно хитрик суареса в полуфинале клубного чемпионата мира и дубль финале один гол забил месси таким образом брассионов еще она была 5 трофеев в текущем сезоне ну по моему классное достижение спалять и может возглавить ром в случае увольнения родина родина россии ходили слухи что если вот они проиграть матч с воскресенья то уже будет увольна пока не победили и они отставят на 4 очка от интера что будет дальше увидим назначение спалить мне кажется добавить клубу классности не они вполне выгодно могут выиграть а вот ford победил у ливерпуля 30 я что хочу сказать не надо пока в клубу кидаться какашками клубу есть все возможности просто нужно дождаться от трансферного окна в которую он кого-то приобретет того же плату кого-то продаст потому что приходя в команду пришел осенью когда никого не купить не продать ничего нельзя поэтому для него для него это сложно как она будет но в принципе увидим так наверное давайте поговорим о жеребьевке еврокубков начнем с лиги европы фенербургча локомотив ну в какой-то мере мне кажется не повезло локомотиву первая будет в турции сейчас политическая ситуация то еще поэтому сложный будет матч в этом плане если добиться минимальной победы и хотя бы ничьи то дом мне кажется можно претендовать как минимум на победу сантин тен базили но не знаю мне кажется в этом противостояние все спорно севиль и мольды тут извините севиль и баруси дартман порта вот это будет очень классно противостояние марка ройса бум янг михтарин к галл против и кирка селеса достойнейшее противостояние андерлих там глиппиакос сен брага но если придет рональдин и по моему очень будет классно противостояние превословие того что браги играет российский гол кипер станислав крыльцук будет очень интересный марсель атлетико бильбао как-то французский клуба кроме пассажир текущем сезоне играет не особо бильба классно команд который должна проходить ау аугстбург ливеркуль ну тут ливеркуль должен брать своем делать сарай латсо но по сути латсо валенсия rapid валенсия спорте байер мне кажется все таки боя говорим о лих чемпионов о жеребьевке пари сен-жерман челсен если прошлом году однозначно можно было сказать еврокубку еврокубку в прошлом году что учился пройдет пари сен-жерман в этом к должен нельзя так четко сказать что кого-то если челси пойдет дальше но как уже сказал иметь свои шансы на победу в лиге чемпионов бенфика зенит без зенита повезло жеребьевкой не достался не мандритский реал не барселона не какой-то такой клуб поэтому из нету нужно как минимум играть ничью а если будут здоровы все лидеры никого не продадут а еще кого-то подкупит зенита посел пройти бенфику а там как минимум дайте до полуфинал если честно если сожрением повезет гент вольтсбург гент такая все-таки классная команда показал эту группу за зенитом валенсии и лионом но все-таки вольтбург посильнее рома реал но если реал способен обыгрывать рая валикана и мальме со счетом 10 2 и 8 0 то с рома мне кажется не больше так просто какой-то мере даже интересно арсенал барселона ну как бы можно за гриб ходить похоронить сразу арсенал нас вспомнить что лео местника избил петер чеху вместе с личный счет в этом матче и также будет интересно посмотреть на александра кокорина великих чемпионов если он туда перейдет в арсенал и метод с баварием и минус не лучше футбол пока на текущем сезоне хотя великих чемпионов могут постараться а баварию мне кажется как минимум в полуфинале должна быть как а барселона псв атлетикам при всем уважение к псв атлетико все-таки посильнее динамо киев манчестер сити мы видели что цска показывал матч с манчестер сити поэтому и динамо киев ведь все саж все шансы проходить дальше просто нужно показать классную игру опять-таки здоровью всем лидерам и у динамо есть все шансы и последний это чемпионат европы на текущем первенстве европы нас никто не принимает никак фаворита как наверно темную лошадку может быть скорее темную лошадку но не лидер фаворита группу нас вполне ровно и англии мы обыгрывали уэльс мы тоже обыгрывали причем кажется никогда не проигрываю слойки будут посложнее но ключевым понятное дело будет первый матч его нужно как минимум играть ничья лучше побеждать чтобы во втором матче уже был все по спокойнее выбирать где победа и выходим дальше но мы помним что три команда будут ходят из группа 2 2 сразу и третья команда 4 с лучшими показателями вот сборная россии имеет все шансы выйти нужно просто собрать классную все-таки сборную россии при всем уважении моим глянин викторич он должен это сделать а то как будет выглядеть сборная в следующем году будет интересно посмотреть на нее будут ли это натурализованы футболисты или нет ну не знаю будет целом видно а так нужно побеждать и выходить из группы на сегодня это все в конце будет рубрика которая называется прикол на поле в которых будут различные прикол авто головы либо какие-то прикольные действия только на футбольном поле подписывайтесь на мой канал комментируйте видео что вам понравилось что мне понравилось что хотите увидеть ставьте лайки на сегодня то все пока пока